Уважаемые коллеги, прежде всего хочу ещё раз выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате кровавого варварского теракта 22 марта. Пожелать скорейшего выздоровления раненым. Благодарю всех, кто в тяжелейших условиях спасал людей, помогал пострадавшим. Наше общество в это непростое время показало пример подлинной солидарности, сплочённости, взаимной поддержки. Знаю, что среди тех, кто сейчас направляет слова сочувствия семьям пострадавших, люди разных национальностей из всех регионов нашей страны, всех возрастов, в том числе дети, школьники и студенты. Те, кто планировали этот теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в нашем обществе, но встретили единение и решимость противостоять этому злу. Прошу сегодня доложить, как идут следственные действия и оперативно-розыскная работа по установлению всех, кто причастен к теракту, его заказчиков и организаторов. Несмотря на нашу всеобщую боль и скорбь, сострадание и законное желание покарать всех виновников этого зверского злодеяния, расследование должно проводиться в высшей степени профессионально, объективно, без всякой политической ангажированности. Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками. Мы видим также, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие стороны мира в том, что по их разведданным, киевского следа в московском теракте якобы нет. Что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ. Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и её народа. Нас интересует, кто заказчик. В ходе совместной работы наших спецслужб и правоохранительных органов нужно получить ответы на целый ряд вопросов. Например, действительно ли радикальные даже террористического толка исламские организации заинтересованы в нанесении ударов по России? Которая выступает сегодня за справедливое решение обострившегося ближневосточного конфликта. И как радикальные исламисты, позиционирующие себя, кстати, в качестве правоверных мусульман, исповедующие так называемый «чистый ислам», идут на совершение тяжких зверств и преступлений в священный для всех мусульман месяц Рамадан. На эти, как и на другие, более конкретные, профессиональные вопросы для объективного расследования преступления, совершенного в Москве, предстоит ответить. Абсолютно ясно одно – ужасное преступление, совершенное 22 марта в столице России – это акция устрашения, как я уже сказал. И сразу же возникает вопрос. Кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима. А нацисты, как хорошо известно, никогда не брезговали использовать самые грязные и бесчеловечные средства для достижения своих целей. Тем более сегодня, когда их разрекламированное контрнаступление полностью провалилось, это уже признано всеми, не оспаривается. Российские вооружённые силы удерживают инициативу по всей линии боевого соприкосновения, а все предпринимаемые противником меры по стабилизации фронта успеха не приносят. Отсюда и попытки зайти и закрепиться на наших приграничных территориях, обстрелы, в том числе используя системы залпового огня мирных кварталов, объектов гражданской, в том числе энергетической инфраструктуры, в попытке ракетных ударов по Крымскому мосту и самому полуострову. В этот ряд вполне логично вписываются и крововые акции устрашения, подобные теракту, совершённому в Москве. Цель, как я уже сказал, посеять панику в нашем обществе. И в то же время показать своему собственному населению, что для киевского режима ещё не всё потеряно. Нужно только исполнять приказы своих западных кураторов, воевать до последнего украинца, исполнять команду из Вашингтона и принимать новый закон о мобилизации, создавать что-то вроде Гитлер-Югенда в новом его, конечно, издании, выбивать под это новое оружие и дополнительные деньги, значительную часть которых можно будет украсть и положить, как это вводится на Украине сегодня, себе в карман. Кстати, у украинских националистов ещё в 20-х годах прошлого века существовало такое объединение «Союз украинской националистической молодёжи», который затем вошёл в состав Организации украинских националистов. Конечно, нужно ответить и на вопрос, почему террористы после совершения преступления пытались уйти именно на Украину. Кто их там ждал? Ясно, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма. Но вопросов действительно очень много. О ходе расследования прошу регулярно докладывать. Прошу также проинформировать и о том, какие меры на федеральном и региональном уровне принимаются для поддержки семей погибших и раненых, как организована работа медицинских и социальных служб. Я с коллегами уже неоднократно обсуждал все эти вопросы, но сегодня, как и договорились, поговорим об этом подробнее. Пожалуйста, начнём работу. Александр Иванович, прошу. Продолжение следует...